господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен христос воскрес номер 161 события дня эпиграф заблуждаетесь не зная писание не силы божией матфея 22 29 за 20 мая 2016 года вот всем советую которые любят ездить в Иерусалим и прочее вот посмотрите какие есть материалы которые человек посмотрит не обязательно ехать на северное поле с моржами спать достаточно посмотреть фильм об этом и вот здесь называется весь Иерусалим сотня фотографий отличного качества вот я задерживаю специально снимите и посмотрите время есть сотни сотни и по той по темам разбито и намного лучше будешь знать чем ездил бы туда там когда групповое везу там вообще ничего не знаю только успевает переворачиваться то сумочку тебя из рук выхватят то еще что михаил домнич утро доброе вам делюсь с вами роликом в очередной раз вот посмотрите я полностью его сюда вытащил ролик этот зная ваш талант даже в самом никчемном информацию в ролике нельзя отнести к таковым увидите извлечь пользу как для себя так и для окружающих вас во славу божью пришло вчера много времени отдать пересмотреть разные видеоролики на эту тему ну и что это означает я спрашиваю кто автор евангелие царствие русская идея с большой буквы идея евангелие царствия царствие с большой буквы это неземное а так заочно он может сказать автор что совсем не этому увидели в его тексте и картинках нужен автор если уж его не добудете то нужно найти такого человека который бы понимал эту идею и чтобы автор потом не смог сделать укор этому собеседнику что вот он испортил саму порченную идею пишет само или самое там как уже а так завозь что что говорят вот я взял эпиграфом к этому ко всему ивана елагина мало кто его знает щучилом богородным стою набитый трухой я человек в переводе и человек плохой сколько раз бывало сам себе повторял ближе к оригиналу а где же он оригинал христос это советское время написано было может быть он и не знал мы даже это ответить даже абсолютно точно знать оригинал будьте святы как я свят это недостижимый оригинал потому он оригинал является что его нельзя достичь как я свят говорит господь савов его пишу даже отклики уже есть фильм сделал четыре года назад как говорится ты помнишь как все начиналось начиналось вот меня спросили я же не нарвался эту на эту идею когда человек куда-то лезет вот есть еще такой фильм посмотрите соревнования пианистов я просто не стал указывать на корабле когда едут и там на корабле или это такая большой рояль и там один играет играет и в это время заходит тот который джаз вел метр там перед ним все но и начинает он этого как бы унижать ты отойди в сторону сидишь тут ну и сам начал играть действительно играет сильно ну и когда второй тур начался а этот ему говорит ты сам нарвался козел этому который изобрел ну или как сказать вел жизнь джаз и он начал так играть что от струн загорелась папироса только поставил она загорелась посмотрите очень сильно показано так вот здесь я хочу сказать что этот фильм на меня нарвался ты сам козел напросился я говорю не к автору конкретно к самому как бы фильму это очередная утка утка притом утка у которой понос то есть очень далеко брызги от нее летят когда бегемоты дерутся то они задом друг другу поворачиваются и кто сильнее вонющее струю пустит и хвостом размажет это вот сейчас били столько царя канонизировать канонизировали забыли а вот ксению петербургскую какой бы был канонизировали на матрону спрос пройдет а дальше и ннн паспорта все это уже пройдено и нужно какую-то еще мысль подбросить чтобы крутить и вертеть мимо оригинала пройти это кто делает сатана сатана я объясняю это и вот она пишет ты которые делали в это фильм проще уже второй фильм идет третий описание задача этого фильма показать русскую идею точку отсчета для новой цивилизационной системы . отсчета идея это уже от бога и бог по это смотрит бред это неверующие люди говорят еврейские штучки забросили сглотнули теперь будут вас это изнутри вытаскивать все если что то есть царь искупитель тут как об этом у профессор осипов говорит безумие полная идея русская какой-то русский народ да на русском народе останавливались войны но пришло время резать кабанщика а за что за отступничество посмотрите старые фотографии российские какие 18 20 человек в семье сегодня посмотрите средняя рождаемость мусульман 8 1 десятых ребенка у русских 1,8 но но об этом говорил дмитрий смирнов конкретно выход есть выход хотя бы через 20 лет посмотреть кто будет же 20 лет если сегодняшнего дня каждый каждая женщина будет рожать по 8 детей ну нет этого и не будет никогда бред время ушло за перестройку убили 120 миллионов абортов что еще надо это будет уничтожено и сметено все мерзость русская идея концептуальная идея бога понятие не просто так подают эту мысль концептуальные слова то где он учился учился то семинария или академия за плечами иначе бы ни одного слова нету библейского нету о творении даже о творении русская идея родилась на предвечном совете святой троицы понимаете то есть они никакой грани уже не знают сатана теперь на цепи бьет об забор мозги вылетели уже это сейчас уже гнильем от требухи а их только уже посему эфиру идет родилась с большой буквы предвечном совете святой троицы то есть богохульство даже высказать нельзя кто-то был на совете предвечной троицы он не знает что сказать я понимаю покурит посидит который идею описал походит айда пушкин айда молодец вот сукин сын написал как вот это тоже так там можно было что-то почитать здесь ничего нету если библии бы не было библии не было бога нету то лучший человек который был это не христос а гитлер гитлер если бога то нет то из развалин поднять страну все проще то если бог есть это сатана в новом обличье вылез как сталин ленин гитлер из одного мешка дьявол вываливает русская идея это главная идея мироздания то есть дальше уже никуда не знают то есть они не говорят только что она раньше бога еще родятся на совете троицы но они к этому дойдут что это идея русская она создала бога концептуальное зерно опять концептуальное слово нравится ему зерно являющиеся и богом и творением и человеком ничего не понятно то сядет как бог это идея вместо бога то сатана примеривает сядет как бог выдавая себя за бога второе послание фессалликистам вторую главу считаете фильмы раскрывается многие тайны священного писания да вот это единственная тайна показывает тайна написано на челею тайна великая блудница породила этот в русском народе это свойственно ему вот они царя царя надо где-то первые примут антихриста как осипов говорит но об этом говорит и о говорит соловьев владимир сергеевич и нерешенные вопросы богословия богословие какое нерешенное значит не златоуст никто не решил 17 марта утром на почту сайта пришло такое письмо фильма русская идея раскрытие евангельских тайн вот куда уже подводят и восстановление монархии в россии мы дальше показывать откуда с уважением илья тирданов может быть никакой не илья ничего илья переводится как это никто бог моя крепость но какой бог если так понимать с маленькой буквы его крепость даже по имени можно разгадать тирдана вот текст с главной страницы крест христов засияет над всеми мирами над всеми мирами это где такое нашли и засияет от всеми мирами какими мирами куда уводит и понимаете точно речь идет за пределы вселенной потому что возвеличится наша родина и будет как маяк во тьме для всех наша родина не евангелие не христос родина наша вот этот патриотизм он должен был привести к этому великодержавная идея и создана секта такая и не там большие люди называется вот я захожу заместителю главы администрации алтайского края уж не буду называть фамилии тут легко найти его он показывает журнал вот вы говорите бог а вы такое читали мы за православие но четко ясно против христианства то есть православие это не христианство это уже всем понятно то православие в котором они видят я не это не мои слова я беру оттуда для меня православие это чистота это высота открытая право в христианстве конечно без всякой муры без всякой шуры муры это первого века христианство первого века христианство но именно православное учение святой троицы о будущем воздаяния о подвиге так какой-то необычный взрыв будет и явится чудо боже будет будет он взрыв этот будет на три с половиной года и будет жизнь совсем другая на земле но не на очень долго но мы знаем описано ради избранных нити сократятся кто сказал схи и романах аристокли афонский старец в восемнадцатом году значит еще не проглотили 17 37 бутова будет еще этот взрыв будет сто миллионов голов отлетит россия опутана бесчистными нитями зла вот сейчас новую нитку натягивает и с каждым днем их натяжение все сильнее то есть они сейчас влипли в эту тему им не отстать у него больше ничего нету они ничего не делали спросите что он сделал пусть покажет это землю облагородил детей воспитывающих нет конечно он идею теперь надо развивать на на этом уже дошли дальше надо идти сейчас будут подпирать новые вот и им идея нужна идея обязательно будут деньги деньги они изобретают изобретать но не они и они-то пешки они так стягиваются они влились или впились в тело нашей родины стягивает ее стягивается ее стягивает видимо без вся ее движение и душат как выпутаться с очередной смертей на ловушке никто не знает вот эту ловушку нарастает чтобы на него не подумали кажется еще чуть-чуть и россия перестанет существовать как русская страна русская культура и русский народ где русский народ выделяется где вы нашли 2896 нации на речи сейчас больше найдено уже у меня устарелые данные это там лет пять-десять назад эти данные были и только еврейский народ еврейский богоизбранный народ и куда он забрел что он привел в конце концов вот сядет антихрист и они примут и храмом построят вот куда богоизбранность привела но остаток спасется богоизбранность не отнята от него надо только благословлять нарушить обратились кажется еще чуть-чуть так но этого не произойдет пророчествует уже и мы знаем из многочисленных пророчеств о неожиданном воскресении святой руси первую очередь на святой никогда не было это бред она никогда не была здесь точное выражение как сказано было международный жандарм это тайна святых иванова вот об этом написано как же возможен этот чудесный переход из казалось бы непроницаемому мраком столь светлое будущее коммунизм не получилось теперь это не новая идея опять все туда ну тут проханов обязательно не будут хвалить как было при сталине им сталина канонизировать надо сейчас с осторожной надеждой мы хотели бы поделиться радостной вестью все сектанты все говорят так вот все это в православии это внутри православия не католики виноваты католики в этом русле давным-давно в глубине русского народа вот вот условия какого глубине выйдите посмотрите народ матершинника то одного наса найдите хотя бы меня не может бы не матерился пьяницы в блуде живут не молятся посты не соблюдают это в глубине русского народа среди самых обычных людей находящихся за бортом существующей системы да сам-то в какой-то системе то ты уже к ней прилип к этой системе без системы сегодня очень и очень мало людей особенно вклинились когда система в системе вот сам патриархия это система никуда не может патриарх двинуться ничего уже все занаряжено для него вспомнить о великом инквизиторе в братьях карамаза федора михайловича достоевского зачем ты пришел мешать нам христу мы без тебя царствуем он не нужен это вот как раз и есть наконец-то явлена идея и в идее вот в этой это миссионерские отдела то главное будут продвигатели всех этих мерзостей главное почему более жуткой подделки сатаны нету как миссионерские отделы туда нельзя подделать это дар божий духа святого они подделаются собирается вместе решают напасть на кришнаитов там на других выкинуть их запретить регистрацию какое отношение ты имеешь спасение души идите по двое господь послал по двое если дам талант чтобы проповедовать быть миссионерам нужны тысячи талантов а тут ни одного нету кроме дикой ненависти дворкина выписали вот там и будете сидеть под воротни этой всю жизнь оксить как говорится но за веру восстанут из народа неизвестное мир и восстановят попранное старец порфирий говорил он не говорил что восстановят какая идея с большой буквы мы посмотрим где они будут говорить с маленький развитие этой идеи приведет к восстановлению в россии монархии принципиально нового типа а вот это и будет антихрист совершенно новый тип подобной цивилизации никогда на земле не существовало правильно новая россия будет создана по подобию святой троицы то есть существует эта грань безумия здесь никакой нету перелез передними играть перелезай задними как хаджи мурат говорит ульва толстого русская цивилизационная система будет развернута аналогично тому как бог распростер творение изначальной точки бытия то есть кто это говорит сяду как бог среди богов вознесу считать и 14 глава иссайи 28 языке или оттуда он цитирует это он вышел оттуда падший херувим это его идея грядущая общество святой руси будет организована как модель нового иерусалима как его земная проекция поэтому сейчас так много икон проецирует свой образ на стекла киота ну дальше он еще не может показать то есть опять же православный герцов лоб ткнулся в икону земное русское царство станет форпостом царства небесного то есть будет как бог чтобы бог поклонился ему это выше бога вон лезет и вот он избрал сейчас набрал вот а мало их еще но будет больше тех которые ничего не делать нет ничего у них нету ни одной обращенной души ну создайте настоящую общину начинаете работать проповедовать неси свет евангельский они не знают этого а им это и не надо это будет единая система христова церковь христовую церковь уже в систему внесли а он без системы то нигде не может он не может выйти из нее система но патриархия система кто образовал 43 году сентября сталины берия ну дальше то рассуждайте почему вы такие предатели сергианцы кто сергий строгородский 27 год мировой истории не было чтобы исповедники мученики были преданы церковным руководством и названы врагами народа все от народа скрыли а считая идея закончилась теперь надо новую видят трещину и грязью замазывают трещину в стене и риме говорит об этом русская идея это знание начале творения и устроиться россия великий шестодневий никто не знал нету первая книга бытия нет не то это смысл возрождение россии в том чтобы структуру нашего народа какая структура у народа структура пьяний дрянь подзаборная для большинства сегодня идеал жизни на лопаться до отвала где еще дальше прицепить украсть их чужой жене прилепите привести в соответствие замыслом бога об устройстве человеческого общества они знают устройство человеческого общества да бог не устраивал он выкинул это человеческое общество из рая и туда приводят те которые уверуют но не много немногие найдут туда путь для этого необходимо знать то что все века было сокрыто человечество они начинают пугать а то избранные люди вот такой рот это египетские шародеи индийские пакиры вот они сейчас в русском народе русская идея это прежде всего новое богословие новое значит все угоду учили неправильно святые отцы раскрывающие православную веру на самом глубоком уровне вы знаете хотите шарастры даниила андреева шарастры как они говорят вот данте а баде говорит потеряно возвращенный рай оттуда это глубины ада глубин сатанинских ты не знаешь господь не защищу прежде всего новое богословие на самом глубоком мне ночь мы начинаем публикации этих необычных материалов для проверки их вот проверяем именно меня вышли на нарвалась эта идея и могу сказать словами этого ты козел сам на меня нарвался соответствии православному учению не говорится следствие из библии по которой был будет судить евангельского православного а какое какое митрополита сергия как ваши этот совет церквей в экономическое движение и что там делается с кем участвует все годы то показано где участвовал митрополит гундяев где но посмотрите маленько то откройте глаза эта идея сатана уже не не боится и протокола сионских мудрецов комитет 300 все это публикуется новый мировой порядок вот это идет это первое действие которое необходимо предпринять русскому народу для того чтобы россия вырвалась из вражеских уз ну что он имеет какие узы ну в самом деле патриотизм или он называет евангелие на мой взгляд это очень созвучно благовестию о воскресении серафима старовского этот серафима старовского это бредня по-другому не назовешь и вот задумали он воскресит когда там канавку не перейдет везде антихрист будет но будет такой район куда он не зайдет то есть это даже не детские игры то это безнадежно больные люди даже не шизофреники такой болезни не выражаешь никак добровольно ум помешательством текстовая версия фильма выложена тут ну посмотрите где вот я отвечаю если не найдете точного истинного точно истинного автора этого фильма то завтра утром то сегодня сегодня у нас 21 мая утра сегодня суббота можем будет дать ответ вот я его даю и увидите его послезавтра утром же воскресенье завтра говорит предположительно вреда от этого винегрета фантасмагории смехащества иудейского не будет тут все так перемешано что даже при желании плюнуть некуда везде храмы с крестами не шестиконечными не восьмиконечными а восемнадцатиконечными показано что и есть три шестерки 6 и 3 18 посмотри как крест изуродовали то простой ровный чтобы крест был нету там конце показывает по всему видно что всю эту галиматью сляпали на потеху духом лжи и тьмы сонные служители московского диванного христианства помешанные или подстроившиеся под идею воскрешения какой-то святой руси каковой эта страна никогда и ни дня не было даже и со времен василия четвертого тут поневоле вспомнишь фильм никита михалкова 12 где еврей говорит евреев все это еврейские штучки это все еврейские штучки вот это родноверь это все евреи запустили это их штучки вот тут как раз и вляпались как говорится тут это вспомнилось потому что какую ересь не коснись все из того же гнезда концовка и восьмая часть понравилась мне мне почему на площади дворник подметает всю эту шушуру безбожных мечтателей и суеслов с метлой идет и вот я отвечаю колоссиным 28 смотрите братья чтобы кто не увлек вас философии и пустым обольщением по преданию человеческому по стихе мира они по христу какие-то старцы афонские и вот они бредят сегодня что обязательно россия покорит стамбул турцию разобьет но греки участвовать не будут они только ждут выглядывать из шатра когда им дом построят у нас потерявку я согласна до осени ждать когда дом построят вот такие даже есть и еще не приехал еще уже хвалится своим искусством я могу печь пирожки с картошкой пирожки с капустой пирожки с мармеладом пирожки с вареньем то есть вы какие искусства у нас люди но я умею шить я портянки себе шил вот понимаете нет я тоже портной и лечить могу то есть я могу сказать как лечиться но я врач ибо в нем во христе обитает вся полнота божества телесно в нем дальше некуда идти и вы имеете полноту в нем вот когда имеют уже тогда имели без всякой русской идеи которые есть глава всякого начальства и власти колоссием 2.18 никто да не обольщает вас самовольным смиренно мудрем служением ангелов а тут троица вторгаясь в то чего не видел мироздание основы святой безрассудно надмиваясь плотским своим умом это надменные люди пришли и клюнули русские люди то но эта идея должна пробудиться и в другом месте где-то еще такая может быть украина слава украине вас келякина геляку и не держась главы от которой все тело составами и связями будущее соединяемое и скрепляемое растет возрастом божиим вот все уже скреплено все уже растет и вдруг идея из глубин никто не знает им это открыто и они хохочут сидят клюнут да ну не может быть чтобы совет троицы напиши все снимут чем чудовище и ложь чем скорее поверят министр пропаганды гитлера вы знаете кто ну гиббельс йозов чем чудовище и ложь чем скорее поверят поверили поверили уже меня спрашиваю вчера два человека спросили структуризация система идея эти слова так и сыплются как просто из дырявого мешка это миру называется пудрить мозги но если учесть что и мозгов уже нет то в послесловии говорится то и подтверждается первая строчка отзыва сего что вреда от этой эквилибристики шута с бубенщиками фигляры иудейского и нет никакого исаи 8 20 обращайтесь закону и откровению если они не говорят как это слово то нет них света считайте галатом 1 глава 8 9 стих если ангел с неба придет или мы все апостолы будем говорить не так как написано да будет анафима анафима вот тоже составил анафима ему исаи 8 20 видите как обращайтесь к закону и откровению если не говорят как это слово не говорят то нет них света михаил домич автора буду искать и на беседу постараюсь вывести его с вами впрочем как бог даст вот тут в ролике автор с первого часа 23 минуты тайна большевизма или вавилонский плен но там не полностью отражается когда посылают моем мире а я полностью взял вот она посчитайте если хотите но не советую ничего кроме потери времени и христиан 12 13 высушим сущность всего бойся бога и заповеди соблюдай потому что в этом всего для человека ибо всякое дело бог приведет на суд и все тайны хорошо ли она или худо суд только с большой боку на страшный суд псалом 110 начала мудрости страх господень разум верно у всех исполняющих заповеди его хвала ему прибудет вверх но те которые есть допустим заповеди покажут как они исполняют как идут благовествовать где обращенные души где они показаны как орудие божие столом 144 желание боящихся его он исполняет вопли слышит и спасает их а здесь ничего нету боящихся бога и бог слышит и а 20 сие же написано все евангелие и дай библия для то дабы вы уверовали что иисус есть христос не идея а православие в россии нет иисус есть христос сын божий и веру имели жизнь во имя его и кресла 50 56 ибо во множестве сновидений как и во множестве слов много суеты но ты бойся бога тут видно что бога не знают и не бояться 1 коринфы 46 это братья приложил я к себе и к ополосу ради вас чтобы вы научились от нас не мудрость от сверх того что написано и не превозносились один перед другим они сейчас будут он пишет что мы просто материал поступал эта идея-то насозревшая то мы не проверяли ничего то есть делает маленькую лазейку чтобы выскочить чтобы хвост не защемили надежда тишли игнатий тихонович вы знаете о канале в к ю тубе тайна премудрость царства хотелось бы отзыв узнать спасибо христос спаси христос надежда уже я ответил впереди владимир глиндухин христос воскресе мир вам агнат тихонович отправьте пожалуйста мне список вещей которые нужно взять каждому ребенку в лагерь каждый ребенок который хотел бы поехать в лагерь с большим трудом дается прошлом году еще про много было ничего нету в основном все переграды со стороны родителей понятно один мой ученик матфей более всех хотевший к вам поехать со слезами упрашивает мать а она находит разные предлоги отказать говорю мы теперь давай будем молиться усердно может господь разрешит этот вопрос спаси христос а куда посылает они против нашего детского лагеря остальные где мне пришлось видеть она на гнойники разврата готовятся что там делается какие воспоминания у людей да и православные то которые посты не соблюдают даже не знают все это бред наш лагерь он основан на священном писании какие правила все объясняется ежедневно считается евангелие утром столкованием каждый день четыре раза разбор поведения ребенка юрий соболев мир вам и на тихо мудрая и назидательная беседа белоруссия струц игорь лотереи выигрыши нужны ли нам 12 мая верно вы сказали что патриарху сегодня следует помочь помолиться а не злобиться и нападать как и волки такое впечатление что наши горе православные только и ждали оправдательного и удобного момента чтобы отвлечься от молитвы от благовестия если бы конечно было домашней церкви и наброситься на патриарха но от патриарха теперь не вписывается в эту систему русской идеи то вот они сейчас все подготавливать расчищают полигон площадку патриарха будут долбить они ни перед чем не остановятся в проспору яд заложат это было такое в жития святых ведь ясно ежели человек распутывает или создает как конспирологические теории замышляет и делает расколы на молитву времени нас настроя быть не может как на недавней лекции сказал отец геннадий фас об этой встрече проблемы большие возникает не из-за того что встречается а из-за того что не встречаются аминь могу сказать согласен с этой точкой зрения ибо здесь мне видится уместным слова спасителя блаженны миротворцы ибо они будут наречены сынами божьими вот вам ответ немножко хотя бы вдумайтесь что здесь написано этой теме меня уже не подталкивает я уже не пойду один раз ответил но у меня и времени на это два три 4 5 6 7 8 8 роликов сегодня поставил но на это хочу сказать мы кое-какие ролики ставили раньше и они здесь не проявляются на канале я их переношу на наш мой мир вот ответы библии уже 37 по библии 4 124 должно быть меньше то будет и занятия потеряете 56 37 это сегодняшний поставил сегодняшний и туда не проходит но это мне подкинули сегодня спецназ вот это другое вот здесь открываем мы что тут сергей ушков ну ладно сейчас пока говорил что он пришел что-то хочет сказать новый человек рад очень буду в общении с вами спаси христос вот ответ дал новый человек я его не знаю сегодня друзья попросился ну посмотрим вот вот это где мы выставляем сегодня мы выставили сейчас посмотрю которые уже отобразились нет это в моем мире тут я в шапке стою другие я где с голубем но там вот события дня вот видите события дня отобразились ответы там не отобразили здесь отобразили 37 так помощь по ремонту лагеря осмотр лагеря работа по лагеря это сегодняшний уже вот пожалуйста рыжковский северный пруд ремонт короба 56 вот видите сколько моем мире это все сегодняшнее новое но и вечером как всегда два стихотворения и вот здесь посмотрим вот это наш форум посмотрите какой большой форум 1593 или больше тем 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 открытый легко находить вот сюда ответы ставить надо я каждый раз говорил что она на этой ролике особенно вот рассмотрение событий кто-то бы краткое содержание помог сделать дошли это до 50 и бросили два человека помогали и вдруг перестали помогать чем вызвано не знаю вот надо найти это и еще вот наш видеоканал вот он как он выглядит во свете библии открытым оком заходите здесь четыре тысячи примерно 600 или 700 роликов наших посетить посещение 2 миллиона 640 не посещения просмотров 647 тысяч и подписчиков 3583 ну кто слушает не знаю но цифры такие забросили на в сми средства массовой информации то есть нам теперь требования другие уже предъявляются вот если кто-то зайдет чтобы здесь увидели но так у меня на сегодняшний день коротко сказать все вот еще кто-то зашел елена ну не знаю добавила комментарии что она нас трус говорит хорошие у вас ответы с мудростью божьей простите меня задерживать но может вас поправить на 15 минуты христос нас грязь проверяют меня думали вы говорите о том надо посмотреть вот действительно что я сказал может где-то сказал не так но никак не не так-то местописание не то или что-то не знаю посмотреть как отображается вот я ткнул вот что вы говорите о том что не берете когда вас угощает или поглощает кончая но ведь вы сами любите служить богу и за это получите награду от него зачем же других лишаете этой награды ну да правильно вообще-то говорит хорошая благодарю это у нее тургенева написано он давал давал растратил и есть нечего и он вышел руку протянет уберет протянет уберет стыдно а кто-то сзади говорит почему же ты не просишь то да стыдно никогда не просил ну ты оба богатся да где оно да вот так ну значит раздал раздал через них ты получаешь царство и другие через тебя будут получать он обернулся никого нету в другом месте он сам как бы о себе говорит вижу нищий посинелый протягиваю дорожащую руку я в карман переоделся и деньги-то не переложил я в костюм у меня всегда в правом кармане платочки платочки нету тоже я руку пожал прости брат ничего нет он прошептал мне брат это тоже даяние доброе слово вот так она говорит я не беру потому почему потому что не нуждаюсь я по я вырос в большой семье на здесь и детей было у родители живу малым и сейчас почти на подножном корме выйду там крапиву нарублю с луком и сам готовлю себе сестры сестра сейчас звонит она обязательно подсунет что-то привезет но не беру не могу просто нет я беру когда нет ничего я беру но только двум человеком разрешил приносить проверенным которые знают что не будет им в тягость подсуну там где-то бывает ягоды какие-то свой имеют но вот на этом все сейчас пока говорили я не выбираю это прямо сходу вот богу нашему слова